Если у нас есть Слово, на котором мы стоим, тогда у нас есть все необходимое для того, чтобы жить победной жизнью. Знаете, если у нас нет Слова, как написано в Писании, Иисус рассказывая одну из притчей сказал, что если кто имеет, тому дано будет и умножится, а если кто не имеет, у него отнимется то, что думает иметь. Речь идет о Божьем Слове в нашей жизни. Я думаю, что нам всегда нужно Божье Слово, каждый день, каждое мгновение нам нужно Божье Слово, чтобы мы могли жить этим. Иисус сказал, что не одним хлебом будет жить человек, не одним рисом, не одной кашей, но всяким Божьим Словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть, что не начало быть. Все от Него, все через Него, все им и к Нему, и Он есть живое Слово Божье, наш Господь Иисус Христос. Поэтому, вы знаете, мы относимся к нашим служениям и к проповеди или к посланию, не как к очередной лекции онлайне или в оффлайне, мы относимся к этому как к живому Божьему Слову. И знаете, я верю в то, что всегда, когда наше сердце открыто, всегда, когда мы открыты для Господа своим сердцем, и наше сердце чистое, мы всегда получаем Слово от Него. Он всегда благословляет нас Словом. И иногда это даже не то, что мы слышим, но когда мы слышим, что-то звучит в нашем сердце, Дух Святой каким-то образом касается нашего сердца очень сильно, и показывает нам что-то, говорит нам что-то, и таким образом Он ведет нас. Поэтому пусть Его Слово будет в нашем сердце сегодня. Я буду говорить недолго, но я хочу сказать сегодня, что мы проходим разные обстоятельства в своей жизни, и жизнь, она неоднозначна и не однообразна, и не всегда то, что мы переживаем, нам хочется, чтобы это происходило. Не всегда, простите, мы бы хотели, чтобы это происходило столь длительный период в нашей жизни. Мы бы хотели, чтобы то, что похуже, побыстрее закончилось. Но вот, знаете, уже, например, мы знаем все, что время карантина длится больше двух месяцев. И как бы мы ни хотели, мы как бы подвержены этому и были подвержены этому. Ну, и я верю, что, конечно же, проходя все это, есть у Бога благодать, необходимая для того, чтобы мы могли быть среди этого, жить среди этого. И во время бурь, во время штормов, я думаю, что время карантина, это тоже время шторма, это время испытания, которое мы проходим. Но ключевое слово здесь проходим, и я верю, что, как говорит Писание, испытанная вера ваша оказывается, может оказаться драгоценнее, драгоценнее золота, которое кажется, что гибнет, когда попадает в горнило, но это золото очищается, наша жизнь очищается от разных вещей, и мы становимся лучше. Я верю, что мы становимся лучше. Я верю, что мы становимся лучше, если мы любим Господа, если мы следуем за Ним, если мы любим Его Слово, если мы любим Его присутствие, если мы любим Его Церковь, любим Его народ, и наше сердце чистое, открытое, тогда мы становимся лучше, чище, и мы изменяемся. Поэтому Господь хочет, чтобы мы изменялись. Я сегодня хочу говорить с вами о штормах и о трех видах шторма. Не то, чтобы там слишком буду углубляться в это, но вы знаете, для нас очень важно понимать, что те обстоятельства, которые мы проходим, знаете, мы иногда воспринимаем это, знаете, вот очень однозначно. Мы говорим, что если что-то в моей жизни сложное или плохое, это дьявол меня атакует. И всегда меня атакует дьявол, если я вижу что-то плохое, вот, или что-то, с чем я не, ну скажем, с чем я не согласен, что мне не нравится, что мне не по душе. Знаете, есть такой пророк, есть такой персонаж в Писании, который, у него есть целая книга, есть целая книга одноименная в Библии, это книга пророка Ионы. И этот человек пережил настоящий шторм в своей жизни. Он, Писание говорит, что он был человеком Божьим, вот, но Господь на каком-то этапе попросил его сделать какую-то вещь, потому что он был пророком. И Господь хотел, чтобы он от его лица пришел в город, большой город, торговый центр, где жило очень много людей, чтобы он пришел и проповедовал им, что если они не покаятся, то Неневия погибнет. И Господь дал им всего 40 дней для того, чтобы они подумали о своей ситуации. Знаете, это было очень некомфортно, это было непростое задание пойти и провести собрание в хорошей, милой церкви, где сидят милые верующие люди в субботу или в воскресенье. Два часа или один час и потом пойти попить кофе или покушать в ресторане вечером. Это было очень неудобное задание и мы знаем, что Иона, он думал так, что мне никогда не справиться с этим заданием или я не совсем хочу это делать. Но как бы там ни было, мы до конца не знаем, что он думал, но понимаем, что он думал о чем-то и его действия показывают на то, что он не совсем был согласен с тем, что Господь говорил. Знаете, иногда в нашей жизни происходит точно так же, что происходит в нашей жизни. Я думаю, Господь мне никогда с этим не справиться. Я знаю, что это Твоя воля. Я знаю, что мне нужно поступать так. Я знаю, что поступать так правильно. Я знаю, что делать так я должен. Я чувствую призвание. Я чувствую предназначение. Я чувствую Дух Святой, который влечет меня во что-то. И это, мне хочется это внутри. Но также у меня есть война внутри, есть разделение внутри. Я думаю, Господи, мне никогда не справиться. Или это не для меня. Или слишком большая цена, которую я должен заплатить. И я не могу оставить то или другое, потому что очень часто Иисус говорил тем, с кем соприкасался, кому помогал, кого исцелял, или кого призывал. Он говорил им оставить все и последовать за ним. И не всегда это географически. Они должны были оставить что-то. Не всегда это, как я сказал, географически переехать в другое место. Или там оставить бизнес ради служения, или еще что-то, еще что-то. Но всегда то, что я могу сказать, это связано с определенной переоценкой ценностей. И Господь говорит Ионе, пойди в Неневию. Я хочу, чтобы ты проповедовал в Неневии. Потому что я люблю этих людей. Если они не покаятся, они погибнут. Как мы можем решить эту ситуацию? Мы можем послать тебя. И они, возможно, тебя послушают. Ты говоришь на их языке. Все, они понимают твой язык. И если ты им скажешь, есть шанс, что они покаятся. Но Иона думал как-то по-своему. Вместо этого он пошел в противоположном направлении. Мы знаем, что он добрался до морского порта в Иопии. Сел на лодку. Корабль, написано, который направлялся в Фарсисы. Это было совершенно другое направление. Но в книге про Каионы, первая глава, четвертый стих написано, что Господь не просто был шторм, но Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалась на море великая буря. И корабль готов был разбиться. О май год. Как же бы я, может быть, не хотел этого читать. Как бы я хотел понимать, что все штормы и все бури в моей жизни это атака дьявола. Я должен противостоять этому и сказать, дьявол пошел вон и все такое. И все сразу утихло. Но вы знаете, вот здесь была определенная предыстория, о которой мы говорили. Но Библия говорит, что Господь воздвиг на море большой ветер. Мы знаем, что Господь, Он есть тот, кто утихомиривает ветер, правда же? Он есть также тот, кто воздвигает ветер. И однажды мы с вами уже читали, что когда народ Израиля стоял перед Красным морем, там тоже Господь воздвиг ветер по молитве Моисея, по провозглашению. Он сказал ему, возьми эту палку, которая у тебя, простри ее к морю, провозгласи слово мое. И написано, дул сильный ветер и вода раступилась. Так что, вы знаете, Бог может создавать ветер. Он может иногда дунуть на нас каким-то образом или на то, что нас окружает. Наши обстоятельства начинают немного трястись. И здесь написано, что и он оказался в такой ситуации. Он забрался в трюм, лег спать, наверное, хорошо покушал. Но вдруг сделалась на море великая буря. То есть, поднялись волны, шторм и написано, что была такая ситуация, что корабль был готов разбиться. Не забывайте, что я сегодня говорю о трех видах штормов. Буду говорить коротко. И сейчас придем к тому, чтобы разобраться, что это такое. И знаете, буря была такая сильная, что моряки запаниковали. Опытные люди, которые управляли кораблем, они никогда не видели ничего подобного раньше. Они пытались выяснить. Я даже думаю, что они какие-то были богобоязненные. Они пытались выяснить, почему такое. Потому что они задавали себе вопрос, что такого никогда не случалось. Такого шторма никогда не случалось. И они задавали этот вопрос. Почему нас постигла такая буря? В смысле, как мы согрешили? Или что с нами не так? И вы знаете, в конце концов, они нашли этого парня, образно говоря, нашли этого пророка, который там находился. И он признался, что шторм появился из-за него. Вы знаете, вот когда я читаю это и думаю, боже ж ты мой. Знаете, иногда мы думаем, что... Знаете, или иногда мы делаем вид, что мы не понимаем, что происходит. Господи, что происходит в моей жизни. И знаете, Иона бы выглядел очень странно. Он и так странно выглядел. Он убегал от Бога. Он сказал, Господи, мне это не по плечу. Мне это не интересно. Это не подымет мой статус. Это не добавит мне лайков. И так далее. Только дизлайки. Если я послушаю тебя тогда, многие мои друзья удалят меня из друзей. И тогда у меня в инстаграме половина моих подписчиков исчезнет. И так далее, и так далее, и так далее. Это все неинтересно мне. Но вы знаете, когда он убегал от Бога, а бежать можно не так драматично, бежать можно не так, чтобы прыгать в какой-то корабль и плыть в каком-то направлении или уехать в Индию. Убегать можно от Бога, сидя на диване. Знаете, вот просто сидя на диване статично убегать от Бога. Потому что, как это происходит, ты скажешь, пастор, я просто знаю, что я знаю, что мне нужно поступить так. Но я убегаю от Бога, я не хочу так поступить. Что ты имеешь в виду? Например, если у вас есть семья, и когда-то вы оскорбили свою жену, например, и вы поступили неправильно, нагрубили и так далее. И, знаете, обычно после всего этого муж и жена расходятся в разные комнаты и сидят там, знаете, поссорились и сидят там. И кто-то может сидеть день-два, кто-то может сидеть в засаде неделю-месяц. Лучше недолго не сидеть. Вы знаете, когда у нас происходили такие вещи в моей семье, я понимал, что я не пойду, я не пойду просить прощения. Это самое маленькое, что может быть, знаете. Я самый простой пример привожу. Я не пойду просить прощения, я не пойду просить прощения, я пойду смотреть на свои цветочки, я пойду стричь газон, я поеду в церковь молиться. Все, у меня сегодня молитвенное собрание и так далее. И, знаете, моя супруга может закрыться в спальне, например, я не хочу с ним разговаривать. Я не пойду сегодня готовить ему борщ. Пусть приходит и жарит себе котлеты там и кушает, готовит себе вот так и все. Нет и все. Знаете, это, что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что мы знаем, что мы неправы внутри, но мы убегаем от Бога и от Духа Святого. Он обличает нас и говорит, слушай, ну, тебе надо покаяться. Поди, подойди, попроси прощения. Нет, я не буду просить прощения. Нет, меня обидели. Нет, она не права. Такая-сякая. Пусть она первая придет, попросит прощения. И, знаете, таким образом мы можем убегать от Бога. И в детальных, и в маленьких вещах, и в больших вещах. И здесь, вы знаете, был шторм. И они выяснили, что этот человек виноват в шторме. И они говорят, что нам делать теперь? Потому что или с тобой что-то надо делать, или вся ситуация. Наш корабль разрушится, разобьется, а скалы, мы ничего не получим. Мы просто вместе погибнем. Потому что шторм появился из-за тебя. И что я хотел сказать, что самое интересное, что Моисей признался, он знал, что шторм появился из-за него. Когда он убегал от Бога и сидел в трюме, он точно знал, что Господь путешествует вместе с ним. Но он спрятался в трюм подальше, среди мешков, там, знаете, не знаю, что они везли там, были ли там мыши, но какое-то зерно, какое-то там еду. Он спрятался там, но когда его нашли, он сказал сразу, да это же все из-за меня. Я знаю, что Бог трясет эту лодку из-за меня, потому что я пророк, потому что я ослушался, потому что я неправ, мне нужно было ехать в Неневию, а я направился в Форсис. Если хотите, чтобы все было хорошо, поехали со мной в Неневию. Нет, он сказал, просто выбросите меня. Они были в шоке, он сказал, просто выбросите меня за бах, и все успокоится, все будет хорошо. Знаете, они его послушались, потому что хотели жить. Они взяли и выбросили его за бах, но он сам попросился. Он не знал, что большая рыбина приплывет и проглотит его, и вся эта история, которую мы читаем. Знаете, нам нужно помнить, что эти шумные океанские волны и шторм океанский или морской, он сомкнулся над его головой. Его бросили в море, никто его не спасал. И он, наверное, думал, ок, я покойник, вот и все. Я не подчинился Богу, я покойник. И все так и произошло, потому что я не подчинился Богу. Знаете, но слава Богу, что эта рыба, она не откусила пол Ионы, или ему голову, или руку, она проглотила его полностью, знаете. И это был Бог, который не закончил с Ионой. И, то есть, мы не знаем название этой рыбы, но по всей вероятности, если она могла проглотить человека, килограмм 70-80, я не знаю, был полный этот пророк или худой, но тем не менее, у него было хотя бы, ну, минимум 50-60 килограмм. Она его полностью проглотила, вот, и мне кажется, это было очень массивное чудовище. Но вторая глава книги Ионы говорит нам, что он молился из чрева рыбы. Когда он туда попал, через некоторое время он пришел в себя, там было немного дискомфортно, не как на диване перед телевизором, вы знаете. Но он попал туда по воле Божьей. О, пастор, о чем ты говоришь? Я думал, это дьявол. Нет, это не дьявол, это был Господь. Он попал во чрево кита по воле Божьей. Не хочу продолжать эту мысль, потому что можно сделать какие-то выводы, которые нам могут не понравиться. Ну, ладно. Написано, что он сказал. Он к Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Вы знаете, он начинает молиться и искать Бога. Слава Богу за пророка, который начинает молиться во чреве рыбы. Аминь. Что нам нужно делать, когда нам кажется, что мы попали прямо в желудок какому-то существу, которое пытается нас переработать или разложить нас на молекулы, на химические элементы. И знаете, все так кажется, мы так себя ощущаем. Нам нужно молиться и искать Бога. И он сказал, Господу я возвал скорби моей, и он услышал меня. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. Знаете, когда изнемогает в нас душа, или какие-то вещи происходят. Или даже когда мы знаем, и бежим в Фарсис вместо Ниневии, и Господь нас достает и достигает. Нам не нужно ходить под осуждением. Бог всегда с нами, на нашей стороне. Он хочет нас вытащить, чтобы его воля совершилась в нашей жизни. И нам нужно молиться. И он говорит, что когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. Знаете, это так круто, когда душа наша изнемогает в нас, мы вспоминаем о Господе. А не вспоминаем о чем-то другом. Знаете, об обидах, ссорах, разочарованиях и так далее. И он говорит, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Он говорит, моя молитва, Господи, дошла до тебя, до твоего святого храма. Что делает Иона? Он цитирует Писание в своей молитве. Вот здесь он цитирует Слово Божье в своей молитве. Знаете, кстати, я думаю, что это хорошо цитировать Божье Слово в молитве и вообще каждый день. Это хорошая идея цитировать Библию. И это потому, что... Почему это важно? Потому ли, что Богу нужно услышать свое собственное Слово? Он его и так знает. Но это важно потому, что это нужно нам, когда мы цитируем Божье Слово. Теперь мы тут немножко поговорили об Ионе. И простите меня, может быть, вам не нравится эта идея. Но я уже скажу по факту, опыту жизни, кому-то из вас уже даже больше лет, чем мне. Мне 49. В этом году, в октябре месяце, в конце меня запишут в пятидесятники. Так что я пока еще харизмат несколько месяцев. А уже в конце октября стану пятидесятником. В клуб полтинников вступлю, мне будет пятьдесят. Вот. Ну, я еще не совсем старый, но уже кое-что видел в жизни. И скажу вам следующее, что... Не думаю о ком-то, думаю о себе, что буря иногда приходят, или штормы иногда приходят в нашу христианскую жизнь в виде определенных обстоятельств, в виде разных определенных ситуаций, трудностей разного рода. Каких-то проблем со здоровьем, проблем с семьей. И, знаете, можно... Я не буду, но можно список этот увеличивать и увеличивать. И там будет немало пунктов. И вы можете сказать, что... Вау, пастор, я с тобой согласен. Я тоже прошел это уже много чего. Но есть три вида штормов, которыми сталкивается почти каждый верующий. Почему говорю почти? Не знаю точно... Знаю точно о себе, но не знаю точно о вас. Вот. Но мне кажется, это правда. Это правда на самом деле. И... Первый вид бурь, который... Ну, плохой он или хороший, судить вам, но я скажу, что это случается. Это штормы, которые нас совершенствуют. А я не хочу никаких штормов, чтобы меня совершенствовало. Я хочу быть совершенным уже просто так, по факту. Иисус меня любит. И я иду на небо. К сожалению, друзья, хочу сказать вам. Есть штормы, есть бури, которые нас совершенствуют. Есть, по крайней мере, одна из примеров в Библии. И это книга Иова. И там написаны такие слова в первой главе книги Иова, 3-4 стих. Написано, Библия говорит, вернее, Иаков, 1 глава, 3-4 стих. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков говорит, Господь, я бы не хотел, чтобы в моей жизни были трудности и разные обстоятельства, которые ты допускаешь. Даже если они делают нас духовно сильнее. У меня вопрос к вам и к себе тоже. Хотел ли Иов пройти через то, что он прошел? Мне кажется, нет. Он не сказал, Господь, я выбираю. Вот, пожалуйста, мой сценарий дальнейших лет моей жизни. Я понимаю, что это будет так и так и так. Я потеряю все, что я получил. Я потеряю своих детей и все остальное. Знаете, это был сатана, который... Это не был Бог автором этих сложностей. Конечно, это был сатана, который его испытывал. Но это был Бог, который допустил это. И мы знаем, что в результате этих сложностей, этих трудностей, этой бури, которая длилась не один день, это было что-то сложное, ошеломляюще сложное. Он сам заболел, он прошел через труднейший период в своей жизни, он сказал такие слова в конце. Раньше я слышал о тебе слухом ухо, теперь я знаю о тебе лично, теперь мои глаза видят тебя лично. Господи, я слышал о тебе много, я знал о тебе много, но я теперь знаю тебя. Итак, Библия говорит, что... Это, по крайней мере, одна история. Я думаю, что их есть больше, просто нет времени говорить об этом. Есть штормы, в которых мы совершенствуемся. Мы не умрем. Мы не... Не будет совсем все трагично и плохо. Но будет что-то, что изменит нас, что поможет нам измениться, что изменит нашу жизнь. И Иаков говорит здесь, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вау! Быть совершенным во всей полноте, без всякого недостатка. Как это возможно, когда есть терпение? Зачем мне нужно терпение, если в моей жизни не так все хорошо? Но терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью и достичь обещанного. Писание говорит, что нам нужно терпение. И терпение это когда мы можем выстоять, когда мы преодолеваем, когда мы делаем шаг за шагом в невозможное. И Господь ведет нас, и Он благословляет нас, и мы проходим через что-то, и выходим, и думаем, вау, Господи, испытание нашей веры производит терпение. И это терпение имеет совершенное действие, и оно достигает в нас совершенства, что мы становимся более совершенными. И эта буря, через которую я прошел, да, это плохо, это ужасно, это сложно, это невообразимо, это сложно представить, но она меня совершенствует. И я становлюсь человеком, который знает тебя больше, который приближается к тебе ближе, который знает тебя не понаслышке, а знает тебя воочию. Итак, я не знаю, хотим мы этого или не хотим, скорее всего нет, но есть штормы, которые мы прошли, проходим и будем проходить в своей жизни, и эти штормы называются совершенствующие или изменяющие. Проходя через это, мы изменяемся. Есть еще одна вещь, один вид штормов или буря, о которых я хочу сказать сегодня. Это бури, которые нас защищают. Ты говоришь, вау, как буря может меня защитить? Как шторм или эти сложные обстоятельства, от чего они могут меня защитить? Я сам нахожусь посреди этого шторма. Как? Что меня защищает в этом? Вы знаете, есть такая история, очень известная история, когда этот шторм испытали ученики на Галилейском море, когда Иисус сказал им переправиться на ту сторону, он совершил очень известное чудо, очень популярное чудо. Это чудо, которое он совершил, он накормил пять тысяч, кроме женщин и детей, по-моему, но по некоторым подсчетам, что он накормил до пятнадцати тысяч человек чудесным образом, несколько хлебов и рыбок. Вот. И предыстория у этого была следующая, что людям очень понравилось это чудо. Он воскрешал из мертвых, он исцелял больных. Вот. Потрясающее чудо воскрешения из мертвых. Также восстановление зрения и слуха. Потрясающее чудо. Невероятное. И, знаете, в придачу к этому, к тому, что он учил, проповедовал, совершил чудеса, он еще накормил их бесплатным, хорошим обедом. И это было чудо. Они видели это. И это была фантастика. Они никогда раньше этого не видели. Или воскрешенные люди. Или кто-то воскрес из мертвых. Кто-то исцелился, слепой, глухой. И это великое чудо. И знаете, что толпа, написано, хотела силой взять Иисуса и сделать его царем. Поэтому в результате Иисус сказал ученикам, садитесь в лодку. Мы уплываем отсюда. Мы уходим отсюда. И, вы знаете, чтобы не заходить далеко в дебри, скажу просто, что он избавил своих учеников от того, что могло стать обольщением. От того, что они бы пришли в обман и обманулись бы. И, конечно, я думаю, что с Иисусом этого бы не случилось. Но они-то в то время еще не все понимали. Они не понимали всей ситуации, всего того, что Иисус учил, о чем учил и говорил. И Он избавил их от большого количества проблем, связанных с заблуждением. И знаете, они прошли через эту бурю. И это, знаете, этот шторм, Он их защитил. Ты скажешь, пастор, ну это странно может быть. Но я скажу вам, когда мы придем на небо, когда мы встретимся с Иисусом, и когда у нас будет возможность проанализировать всю нашу жизнь и увидеть то, чего мы не видели, я скажу вам, что мы удивимся, что некоторые обстоятельства, которые мы прошли, и они довольно сложные, мы обнаружим, что они защитили нас от какого-то фатализма, фатальных ошибок, фатальных решений. Потому что, если бы не эти бури, если бы они не переправились на ту сторону, если бы они остались там, возможно, бы ученики Господа Иисуса Христа были бы в очень сильном смущении и разочаровании. И, возможно, они бы уже чувствовали себя теми, кто сидят по правую и левую руку. А Иисус не пришел, чтобы восстановить царство Израилю. В классическом смысле этого слова Он принес царство с неба. И мы видим, что эта буря или этот шторм, который они пережили на море, это ночное плавание, сложное обстоятельство. Зачем это все после такого славного дня? Хотя, мне кажется, Он тоже помог в некотором смысле вышибить из их представлений, ожиданий, из их мышления и разума всякие эти глупые идеи, которые они могли услышать о том, что Иисус должен стать царем прямо здесь и прямо сейчас. Иисус, когда услышал это, Он сказал, садитесь прямо сейчас в лодку, и мы уплываем отсюда. И мы знаем, что на той стороне Его тоже нашли, когда они переправились и сказали, Рави, ты здесь! О, классно! Ты здесь! Мы тебя здесь нашли! И Он сказал, вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились, не потому что видели чудеса. Так бывает с людьми, знаете, так бывает с нашими жизнями. Поэтому иногда Господь допускает, иногда Господь говорит нам, садись в лодку и отплывай на ту сторону, потому что если садись в лодку и отчаливай от берега, потому что если ты это не сделаешь, гордость, надменность, превозношение, оно тебя погубит. Садись в лодку, раздели или оставь общение с этими людьми, потому что это тебя погубит. Они хотят сделать тебя царем, образно говоря, или еще что-то. Они льстят тебе, или они то говорят и так далее. Я просто не имею в виду что-то конкретное, но мы видим здесь, Иисус избавил своих учеников от того, что могло стать обольщением, создало бы множество проблем, как я сказал. Поэтому они прошли через шторм или через бурю, которая их защитила. И я думаю, что мы не всегда понимаем, но придет время, мы поймем, что бури некоторые, через которые мы прошли, штормы, через которые мы прошли, они защитили нас от обольщения, они защитили нас от фатализма, они защитили нас от падения, они защитили нас, потому что мы не остались здесь. Потому что в результате этого мы сели в лодку и переправились, мы ушли, мы удалились, как бы это ни было сложно, произошел какой-то разрыв, произошло что-то, но это самое Бог использовал для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы дать нам победу или удержать нас в своей воле и так далее. Поэтому есть штормы, которые защищают нас, есть штормы исправляющие, есть штормы защищающие. И последнее, что я скажу, вернее, защищающие и совершенствующие. И есть штормы, третье, это исправляющие штормы или бури, в результате которых мы получаем исправление. Знаете, я бы сказал так, если быть предельно честным, что в основном мы сами навлекаем на себя те штормы, которые мы называем исправляющими. И эти штормы являются, как бы, последствием наших действий. Поэтому в результате шторма мы исправляемся и в результате Божьей работы во время шторма или бури. Потому что Иона оказался в шторме, ну, то есть по своей собственной вине, он сам затеял это все, он навлек на себя все это. И это было его решение, в результате этого решения он попал в такой шторм. Вот. Может быть, и вы, или я что-то, когда испортил, говорю, для меня нет надежды. Или я поступил неправильно, или я провалился в чем-то. Вот. Но, знаете, может быть, Иона тоже сидел в трюме, или уже когда его выбросили, он уходил на дно или под воду, и когда волны сомкнулись над ним, он говорил, для меня нет надежды. Все, моя жизнь закончилась. Но у Бога был другой план, потому что у Бога всегда есть надежда, Бог дает еще один шанс, и еще один шанс, если наше сердце открыто. Потому что мы не сможем уйти от Бога, и мы не должны этого желать, мы не хотим уйти от Бога, но существуют места, в которые мы могли бы пойти, что там не было Господа, или не было Его воли. И, знаете, я очень хорошо знаю, и вы знаете, что куда бы мы ни пошли, везде есть Господь. С чем бы мы ни сталкивались, в нашей жизни, везде есть Господь. Мы не хотим уйти в то место, где Его нет, и мы желаем этого от сердца. Иисус сказал в Евреям 13 главе 5 стихе, не оставлю тебя и не покину тебя. Это обетование. И знаете, нам нужно даже не пытаться убежать от Бога. Напротив, нам нужно пытаться, или не то чтобы пытаться, нам всегда нужно бежать Ему. Если нам нужен второй шанс, или третий шанс, почему бы мне не молиться и не просить Бога об этом? И он даст мне еще один шанс. Он сделал это для Ионы. И вторая глава книга пророка Ионы говорит нам, и сказал Господь киту, и он изверх Иону, на сушу. Поэтому, что это облекопитающее, или кит, или рыба. Здесь написано о ките. Он подошел к берегу и выплюнул Иону на берег. И затем Господь снова призвал Иону донести его послание до народа Ниневии. И как вы думаете, где он его выплюнул? В Иопии или ближе к Ниневии? Конечно же, ближе к Ниневии. Он доставил его в то место. И на этот раз Иона сделал то, что Господь просил его. И поскольку он наконец послушался Господа, вероятно, произошло, мы знаем, великое пробуждение в истории человечества. И это пробуждение было великим. Там спаслись от Мала до Велика весь этот большой торговый город. Но есть еще один факт. Я уже буду заканчивать. Об Ионе, который мы не хотим пропустить. Книга пророка Ионы, вторая глава, седьмой стих. Там описывается, что он начал терять надежду. Знаете, многие люди в нашем обществе сегодня теряют надежду. Как говорят, что некоторые эксперты сегодня, что это одна из причин увеличившегося количества самоубийств. Или помолодевших самоубийств среди подростков, молодежи и так далее. Я не знаю, в какой ситуации мы можем находиться сейчас, но нам не нужно терять надежду. Мы пройдем, мы выберемся. Нам нужно держаться. И это если это даже шторм, который мы попали в результате своих ошибок и так далее. Господь дает нам еще один шанс и еще один шанс. Я не знаю, в какой буре мы можем находиться. Мы все проходили сейчас очень непростые обстоятельства, связанные с пандемией. И это экономически сложно, и морально сложно, и физически сложно, и эмоционально сложно по-всякому. У каждого своя война, свой фронт. И это не так просто. Но нам нужно держаться. Потому что хорошие новости относительно шторма или бури заключаются в том, что у них есть начало, есть средина, есть конец. Если что-то начинается, это не бесконечно. У них есть конец. Может быть, мой шторм бушевал какое-то время. Может быть, этот шторм... Может быть, я уже потерял надежду в этом шторме, что что-то может измениться к лучшему. Но, знаете что? Возможно, он уже заканчивается. Возможно, он закончится завтра. Возможно, он закончится через мгновение. Так что, я думаю, что нам нужно не сдаваться. Нам нужно не терять надежду. Что бы это ни было. Знаете, если это шторм, в который мы попали. И это исправляющий шторм, в котором мы должны увидеть и понять, что мы были неправы. Мы ослушались. Мы просто бежали от Бога. Мы были гордыми. Мы были надменными в своем сердце. Самоуверенными. И мы говорили, Господь, я без Тебя обойдусь. Спасибо Тебе за хорошие советы и за Твое Слово. Я сам решу все вопросы в своей жизни. Я сам разберусь и так далее. И мы попали в эту ситуацию. То Господь все равно любит нас. И Он готов. Он готов вести нас дальше. Как я сказал, хорошая новость о шторме и о буре. То, что у нее есть начало, но есть также и конец. Начало, может быть, это не хорошая новость. Но то, что у нее есть конец, это очень хорошая новость. Поэтому нам нужно не терять надежду. И если Бог спас Иону из чрева кита, из чрева рыбы, тогда Он и меня может вытащить с того, с чем я сталкиваюсь или столкнулся прямо сейчас. Я могу очень много примеров привести из своей жизни. Вы знаете, я не могу сказать, что моя жизнь была таким спокойным плаванием почти 50 лет моей жизни. Я просто плавал спокойно, просто расслаблялся, лежал на солнышке, загорал. И вот вся моя жизнь прошла таким образом. Знаете, в моей жизни было много штормов. И я скажу вам, иногда эти бури, они были совершенствующими. И Бог допускал это. И в результате этого я не понимал, Господи, для чего это все происходит. И до сих пор, может быть, в деталях не могу понять. Но я понимал, что в результате этого это на меня влияет в таком смысле, что я становлюсь лучше. Я становлюсь более совершенным во Христе Иисусе. Мое терпение начинает иметь совершенное действие. Оно усовершенствует меня. Я усовершенствуюсь и становлюсь тем, кем Господь хочет меня видеть. Он ли является автором этого? Я не уверен, но он допускает какие-то вещи, которые происходят. Мы задаем вопросы иногда и думаем, говорим, Господи, ты понимаешь, я в Тебя верю, я Тебе служу. Значит, того и того не должно происходить в моей жизни. Мы не знаем ничего на 100%. Мы не уверены ни в чем на 100%, потому что нам недоступно все знание и все откровение. Мы знаем только, что нам написано, то, во что мы верим. И узнаем со временем там в вечности то, чего не понимали. Мы поймем какие-то вещи. Но знаете, я могу сказать сегодня, что была не одна буря, в результате которой я стал более совершенен. Мое терпение стало сильнее. Мое терпение стало более осознанным. И вы знаете, сегодня уже могу сказать, что была не одна буря и шторм в моей жизни, которые защитили меня от того, что могло бы произойти. И это не произошло со мной. И это не произошло в моей жизни, потому что каким-то образом Господь сказал мне, садись в лодку, мы уплываем. Садись в лодку, уходим отсюда. Садись в лодку, оставляем это место. И я не понимал, что происходит. Я просто должен был сесть в лодку и переправиться. И только потом, спустя какое-то время, ты начинаешь понимать, что да, это Господь, который взял тебя за руку, посадил в лодку. И ты прошел через эту бурю, через этот шторм. И все изменилось в твоей жизни. Я скажу вам честно, что в моей жизни были штормы, куда я сам попадал по своей собственной вине, по своей собственной воле. Но хочу вам сказать сегодня, что Господь благ, Господь милостив. И даже если я попадал в эти бури, которые я бы не хотел, знаете, но я понимал, что я ступил где-то в каком-то месте. Я был горд, я был самоуверен, я был непослушен. Я, мое Я было больше, чем сам Я, знаете. И я сказал Господь, что о чем ты говоришь, я сам решаю, я, 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 знаете. И потом оказывался в такой ситуации, как и он, и возможно, меня нужно было выбросить за борт, и я стал жертвой. Но, вы знаете, всегда смирение приносит благодать, благодать, потому что Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. О чем я хочу сказать сегодня? Знаете, мы можем воевать, мы можем типа воевать с дьяволом, но в то же самое время воевать с Богом. Если мы скажем, что все бури, все штормы в моей жизни, это дьявол, все, это дьявол. Мы так ничего и не поймем. Мы будем воевать с мельницами, мы будем воевать с великанами, знаете, какими-то, которых не существует. Мы будем воевать с призраками. Но иногда Бог допускает какие-то вещи в моей жизни нехорошо, когда я послушен Духу Святому, и я понимаю, что, о, да, Господь, Ты провел меня через это. Да, там где-то дьявол поработал, он там, Ты допустил что-то. Но я прошел через это. Сегодня я не только знаю о Тебе, я знаю Тебя. Я не только слышал о Тебе, я вижу Тебя своими глазами. Спасибо Богу. Поэтому нам не нужно быть, знаете, так вот абсолютно однозначно относиться к такому вопросу, что все, что мне не нравится, это дьявол. Все, что меня не устраивает, это дьявол. Любое мнение, которое обо мне говорится, и это не соответствует, это дьявол чему-то, моим представлениям. Не всегда это дьявол, друзья. Иногда Господь нас исправляет, иногда Господь к нам взывает. И знаете, это хорошо, когда мы слышим Духа Святого, и мы чувствительны, мы развили эти отношения с Духом Святым. И на самом деле, при первом же, знаете, таком толчке, или при первом же каком-то голосе, мы чувствительны к этим словам Духа Святого, и мы открыты для того, чтобы измениться. Но иногда бывает не так. Иногда, что Господь говорит нам 2, и 3, и 4, и 5, и 6 раз. И знаете, иногда бывает так, что Неневия погибает, и они достигли пика. И их грехи достигли пика. И есть один пророк, который способен нести Евангелие, который способен сказать им и привести их к покаянию. И тысячи, тысячи людей спасутся. Этот город не будет разрушен. Но этот пророк, в смысле, этот кто-то, может это я, или кто-то из нас, и Господь призывает меня, и он обращается ко мне, но я говорю, Господи, это не для меня, это не мое. Мне никогда с этим не справиться. Я не согласен. Моя гордость чрезмерно велика, чтобы переступить через себя и сделать то, другое или третье. Я не опущу планку, я никогда не унижусь. Я никогда не сделаю то, о чем ты меня просишь. И знаете, иногда тогда бывает, случается, что мы сами приходим в такие места, где мы попадаем в шторм, и где нам нужен Бог. Но вы знаете, мне нравится, что хоть и написано здесь, что Господь воздвиг крепкий ветер, и была великая буря, и что корабль был готов разбиться. И это все страшно. Знаете, легко об этом говорить, но страшно, когда в это попадаешь. Но здесь также написано, есть еще кое-что написано, что Господу возвал я, и Он услышал меня, когда изнемогла во мне душа моя. Я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Знаете, когда мы обращаемся к Нему, даже если мы в шторме, который предназначен нас исправлять, это не фатальный шторм, это что-то, что не закончится плохо, Господь будет вести, Господь будет говорить, Он возьмет свою руку, твою руку, и Он проведет тебя. Но очень важно, чтобы наше сердце было искренним, чистым, чтобы мы были честными по отношению к Нему, по отношению к себе, по отношению друг к другу. Знаете, чтобы мы не настроили всяких сложных схем в своем разуме, в которых мы верим, но мы уже далеки от истины. Но мы попали в обман своего эгоизма, грехов, своей гордости. Мы можем обмануты быть разными вещами и так далее. Поэтому иногда мы попадаем в такие штормы. Но всегда, когда мы обращаемся к Богу, даже в ситуации с Ионой, написано, что Он избавил его, и Он услышал. Молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Наша молитва доходит до Господа, когда мы искренне, когда мы открыты. Поэтому хочу помолиться с вами сегодня этой молитвой и сказать, что штормы бывают, бури бывают, и они бывают разные. Они бывают для нашего исправления, они бывают для нашего совершенствования, они бывают для нашей защиты. Поэтому, когда что-то происходит в нашей жизни, давайте не будем спешить говорить, пошел вон дьявол. Все, дьявол, это все дьявол, это все дьявол, это все сатана. Да, у него есть много проблем. В смысле, он создает нам много проблем. Это правда. Никто с этим не спорит. Но мы не вычеркиваем Божью работу из своей жизни, потому что иногда нам хочется так думать, что все то, что делает Господь, все то, как делает Господь, это только то, как мне нравится. Я являюсь критерием оценки происходящего. Вы знаете, это уже само по себе обман. Это уже само по себе ложь. Потому что не мы являемся критерием оценки происходящего. Не наши чувства являются критерием оценки. Не то, что мы чувствуем тогда или тогда. Да, вы знаете, но Слово Божие, это Слово Духа Святого, это то, как Господь видит ситуацию в нашей жизни. Я скажу вам так, что когда мы честны, когда мы открыты, когда мы обращаемся к Нему, Он не лжет. Он не держит нас, знаете, на таком цепке. Он говорит нам, Он открывает нам, потому что Он как добрый отец, когда ребенок приходит к Нему и просит хлеб, Он не дает ему камень. И когда просит рыбу, не дает смею. И Он говорит, что тем более Отец ваш небесный. Знаете, поэтому, когда мы проходим какие-то вещи, такие в своей жизни, если мы не гордые, если мы не самовлюбленные, если мы не самодостаточные, если мы не надменные, но смиренные люди, Господь делает особенную работу. Вы знаете, Иона из гордого пророка превратился в смиренного человека. И Он исполнил Божью волю. Поэтому не всегда это дьявол, не всегда шторм, это плохо. Нам нужно быть мудрым, нам нужно встать на колени, или сесть на диван, или сесть на пол, взять Библию, или закрыть свои глаза, и поговорить с Богом. Что происходит, Господь? Что происходит в моей жизни? Чего Ты хочешь достичь? И, может быть, мы сразу не услышим ответ, но все равно Господь говорит нам, Он все равно проводит, ведет нас. Поэтому это было, это есть, и это будет. Иисус был в шторме, ученики были в шторме, Павел был в шторме, Иона был в шторме, и можно продолжать это дальше и дальше, то мы бываем в шторме, наши друзья бывают в шторме, и нас штормит, бывает, со страшной силой. Но очень важно понимать, что это такое, и что происходит, и что Бог делает среди этого. Поэтому благословляю вас, дорогие, давайте воспринимать действительность Божьими глазами. Давайте стараться воспринимать действительность и смотреть на вещи, как Бог смотрит, не просто как наша гордость и самоуверенность, я сам знаю, и так далее. Мы не знаем все, как должно знать, но нам нужно спросить у Бога, нам нужно приближаться к Нему. И давайте помолимся коротко. Господь, во имя Иисуса Христа, я благословляю Тебя сегодня, и Твое имя, Господь. Я знаю, что мы проходили, проходим, и мы еще столкнемся с разными бурями и штормами в нашей жизни. И, Господь, я понимаю, что очень часто мы склонны к тому, чтобы как-то однозначно смотреть на вещи, и однозначно расценивать это, и все это приписать дьяволу, все это прописать демонам, и все это сказать, что это все зло из царства тьмы. Но, Господь, мы не хотим пропустить то, что Ты делаешь. И Ты сказал через Твоего служителя, через Духа Святого, Господь вдохновил написать Павла это послание. Евреям в 12 главе Ты сказал, что кого Отец любит, того наказывает. И что если мы терпим наказание, то Бог поступает с нами как с сынами, что мы понимаем, Господь, что Ты не посылаешь болезни, и Ты не являешься автором плохих обстоятельств, но мы должны признать, что мы проходим через это в своей жизни, проходили, и нам кажется, что мы еще будем проходить через это. Конечно, нам бы хотелось безоблачное небо, нам бы хотелось, чтобы светило солнышко, чтобы вокруг был красивый ландшафт, Господь, но не всегда так. Иногда мы входим в темную бурю, мы входим в холодную, мокрую, темную, Господь, мрачную, неприятную погоду и обстоятельства, но что-то происходит в нас, когда мы во всем этом, среди всего этого начинаем понимать Тебя. Господь, мы не хотим просто все списать на дьявола, или на кого-то, или на наших соседей, или на людей и так далее, но мы хотим понять, что Ты делаешь среди всего этого, Господь. И спасибо тебе за все, что Ты уже дал нам благодать пройти. Мы проходили бури, которые нас исправляли, Господь, мы проходили бури, в которые мы сами попали, мы проходили бури, которые нас совершенствовали, мы проходили те времена, которые нас защитили, или Ты нас защитил во время шторма от каких-то вещей, посредством этого шторма, Ты защитил нас от большего поражения или урона. Господь, мы благодарим Тебя за это. И мы благословляем Тебя всем сердцем и душой. И мы верим, Господь, что наша жизнь, она не такая, не такая, Господь, когда там только красивые цветы, красивый ландшафт, полный покой и ничего. Мы встречаемся с этими обстоятельствами. Но, Господь, нам не страшно, потому что Ты с нами всегда посреди всего, что бы ни случилось и что бы ни происходило. Поэтому спасибо Тебе за Твою милость и благость во веки каждому из нас, Господь. И Ты говоришь нам в послании евреям, в 12 главе, что мы должны смотреть на Тебя, начальника и совершителя нашей веры. И также у нас есть облако, свидетели, Господь, которые прошли, которые были также среди этого, Господь, как Павел, как Ты, как Иона, как другие апостолы, Господь, и другие люди, которые жили на этой земле. И они имели победу, они знали Тебя. Поэтому, Господь, если Ты хочешь нас совершенствовать, совершенствуй нас. Мы хотим сказать это. Если Ты хочешь защитить нас от чего-то, защити нас. Иногда нам кажется, что Ты защищаешь нас, защитишь нас только вот так или так, но мы даже не подозреваем, что иногда Ты допускаешь какие-то бури, чтобы защитить нас. И Ты говоришь, встаньте, пойдем, переправимся, хотя, переправимся на ту сторону, хотя мы, входя в лодку, понимаем, что перед нами шторм, перед нами сложная ситуация. Но Ты говоришь, нам нужно перейти туда, нам нужно оставить это место, потому что в этом Ваша защита, Господь. И иногда мы попадаем сами в такие ситуации по поводу, из-за того, что у нас есть гордость, надменность, самонадеянность, Господь, мы уже все знаем, мы уже всему научены, мы читали Библию много раз, мы уже в церковь ходили много лет, Господь, и мы попадаемся в эту ловушку самонадеянности, когда мы перестаем зависеть от Тебя, и мы где-то внутри, мы понимаем, что это неправильно, но внешне мы поступаем так, что Ты как бы нам нужен, но Ты нам и не нужен, потому что мы уже эксперты в своей христианской жизни, и вот здесь мы попадаем в ловушки, как попал в ловушку Иона, и попал в эту бурю. Но слава Богу, благодарим Тебя, Господь, за то, что исход был хороший, когда Он молился, и искал Тебя, Ты благословил Его. Помоги нам также быть такими людьми, которые ищут Тебя, и которых Ты благословляешь. Во имя Иисуса Христа мы молились, и все доскажут, а они...